День и ночь Большая часть грузовиков едет через поселок на площадку за песком. Возвращаются, естественно, огруженные. С допустимым весом или нет – непонятно. Тут раньше в этом доме был конский двор. Сюда приезжали на лошадях. Тут все один конский навоз внизу. Здесь у нас проходит водопроводная труба. Она в год 4-5 раз все время прорывается. Потому что тяжелый транспорт давит на почву. Кроме того, говорят жители, из-за интенсивного движения на улицу страшно отпустить детей. Представители Общероссийского народного фронта предложили пока решить часть проблем. Первоначально должна быть установка ограничительных знаков. Это по тонажу, это по скорости движения. Обязательно должно соблюдаться время. Мы должны исходить при решении таких вопросов из социальной значимости каждого жителя, который здесь проживает. А не просто так. Вот у нас есть, давайте это использовать. И не вникая совершенно в то, что здесь какой грунт, какие дома. Наряду с представителями ОНФ в выездной встрече приняли участие сотрудники госавтоинспекции, представители городских профильных департаментов и областного министерства транспорта. Предложения звучали прямо на месте. «Проблему можно решить, я думаю, что организации подъезда альтернативного. В долгосрочной перспективе, я считаю, нужно разрабатывать проект планировки территории и планировать к данной площадке дорогу, которая будет идти в объезд массива». Жителям пообещали в течение семи дней сообщить, как будет решаться проблема. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События.